Привет! Ты смотришь Тойстер, как бы странно это ни звучало. Пушки Возвуден. Они крутые! С этим, наверное, никто спорить не будет. Мы с вами видели уже много этих пушек, мы смотрели такой дробовик, были автоматы. Серия Эктив это вообще моя отдельная любовь, как по визуалу, так и по ощущениям того, как ты держишь это в руках. Посмотрите другие видосы, они того стоят. Ну так вот, я подумал, что может эти пушки и без того крутые сделать еще круче? Оказывается, есть такая вещь. Это коллаборация. Коллаборация с игрой Stand Off. У меня здесь... Смотрите, сколько коробок. У меня здесь два автомата, пистолет-пулемет и парочка ножей, или, по-моему, просто пистолет, по игре Stand Off от компании Возвуден. Сегодня все это дело мы с вами обязательно распакуем и посмотрим. Ну давайте начнем, например, вот с такой коробочки. Возвуден. Легенда внутри. Это у нас нож М9 Scratch. Давайте-ка чекнем, что он нам может предложить. Как мне сказали ребята из Возвуден, здесь большое количество разных скинов у них. И я даже не знаю, какие мне приехали. О, это у нас штык-нож. Смотрите-ка, у них появилась фирменная символика Возвуден. Сейчас я это все покажу в более детальном обзоре. Пока же просто распакую. Он стал значительно приятнее в руке. И у него довольно крутая расцветка с такими шрамами от каких-то когтей. Так, давайте смотреть дальше. В следующей коробочке, уже обычной, но это хуже ее не делает, тоже должен быть, по идее, нож. Сейчас мы узнаем, что здесь у нас лежит. Если верить этикетке, это нож Керамбит Dragon Glass. По-моему, это уже наборчик у нас по стенд-оффу, если я ничего не путаю. А может быть, нет, пока не знаю. О, кристальный нож вот такой. Это классический Керамбит, у меня таких уже несколько, но в данном случае он стильный черный с офигенным кристаллом на наконечнике. Так, у нас здесь есть некая бумажечка. Что это такое? Это у нас полный список того, что у нас здесь есть. Спойлерить пока не буду. Также у меня в комплекте были вот такие вот наклеечки. А это наклеечки по стенд-офф? Да? Я не знаю. Так, следующая коробка, это пистолет из линейки Active. Это Diggle Dragon Glass, он у нас называется. Так, давайте его заценим тоже, разумеется. Некоторые вещи тут надо будет... А, господи, тут же есть наклейки с названием. Чего я этикетки считаю? О, у меня, кстати... Слушайте, у меня комплект. У меня комплект Dragon Glass получается. У меня есть керамбит и пистолет. Да, это уже по стенд-оффу у нас скины. Вау. Надо будет сейчас это дело обязательно заценить. Кстати, пистолеты из линейки Active я, по-моему, еще не показывал. Или показывал, не знаю. Но он довольно приятный. У него снизу даже тактическая планка есть, на которую, к сожалению, ничего закрепить не получится. Но не страшно. В комплекте шли резиночки. Так, следующий предмет. Боже, у меня на столе уже не хватает места. Придется пока что избавиться от дробовика. Следующий предмет это UMP-5 пистолет-пулемет. Пам. Коробочка уже крупная. Так, так, так. Сейчас мы ее достанем. Ссылку, кстати, в описании проверить вы сами знаете где. Как бы, перейдите, посмотрите. На все это великолепие, скорее всего, даже действует промокод. Вот такой вот промокод, он по-прежнему действует. Вы можете по нему получить скидку. Да, не забывайте про это. Тем временем мы смотрим... Какой ты... Какой ты красавчик! Боже мой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как... Это, по-моему, моя новая любовь. Так. У нас здесь есть приклад. Который очень трудно вынуть из целлофана. Ну ладно. Прикладик вот такой. Стильненький. Так. Далее. У нас здесь есть магазин. Смотрите-ка, по оформлению какая красота. Яркий, прикольный. Так. Ну и, конечно же, сам пистолет-пулемет. Вау! Серьезно? Он бы очень круто выглядит. Так. Значит, ставим мы... Ставим мы эту штуку сюда. И вставляем мы приклад вот сюда. А, у него... Они сделали механизм замка без каких-либо лишних деталей? Возвуден! Вы честно меня просто поражаете. Как всегда, шестеренка у нас выполнена из пластика. Все остальное из дерева. Ну, кроме шурупов. Добавилась тактическая рукоятка, которую... Да, которую при желании можно снять. Но я ее поставлю, она мне нравится. Так. Погодите, а ее можно? Нет. Рукоятку поставить сбоку нельзя. Но ничего страшного. Зацените этот визуал. Конечно же, мы сейчас из всего этого и постреляем. Но сам по себе он классный. Он увесистый. По размерам он прикольный. И, по-моему, из него даже можно прицеливаться. Потому что у него вполне себе реалистичная мушка. Ну и, наконец, последняя коробочка. Пожалуй, самая, наверное, интересная. Это М4А4. Американская винтовка вот такая. Она будет крупная. Я надеюсь, она будет очень крутая. У нее скин Самурай будет. Опять же, если вам знакомы эти скины, если вы играете в стенд-офф, то можете вылепить лайк, например, за такую крутоту. О-о-о-о! Вы посмотрите. Посмотрите на эту красоту. Нет, конечно, пушки из линейки актив. Это отдельный вид искусства. Так, эту пушку уже надо собирать. Это я сейчас сделаю за кадром. После чего мы их рассмотрим более детально и заценим все элементы. Ну и, конечно же, постреляем. Куда без этого? Безусловно, этот керамбит далеко не такой стильный, как тот, что я показывал, например, в ролике. с дробовяком. То есть, да, тут радикальная разница в оформлении. Но зато этот каноничный. Посмотрите-ка. Он по-прежнему такой же приятный, по-прежнему такой же увесистый. И, собственно, если вы собираете коллекцию, то вот такую вот, мне кажется, гораздо приятнее иметь на полке, чем другие скучные. Вы сами понимаете, о чем я говорю. Конечно же, штык-нож. Его, кстати, можно будет поставить на М4 еще. Собственно, здесь у нас скин Dragon, по-моему, он называется, или типа того. Штык-ножей у меня не так много, по-моему, один или два. И все дело в том, что я их все раздал. Из ножей у меня осталась только пока вот такая вот горушка, три бабочки, одна из которых это Азимов. И, собственно, парочка теперь керамбитов и вот такой вот штык-нож. При помощи него мы как раз сегодня попробуем поставить его на М4. Это хорошо, что я его заказал. Так, движемся дальше. Дальше у нас пистолет. Вот такой вот пистоль. Здесь у нас механизм полностью деревянный. Никакого предохранителя еще чего-то нет. Он просто не предусматривает. Зато он достаточно приятный в руке. По оформлению, сами видите, что керамбит, что пистолет очень друг к другу подходят. Надписи возвода на везде. А это что такое? А здесь что-то не хватает? Или просто рисунок? Мне кажется, это просто рисунок, наверное, такой сделан. Интересно, что здесь должно было быть. Также небольшие элементы выделяются немного, но в общей картине он слегка сбоку даже похож на настоящий. В темноте, думаю, можно не различить. Ребята, будьте, пожалуйста, аккуратны. Не стоит на незнакомых людей направлять подобные вещи, еще как-то пытаться кого-то напугать или что-то разыграть. Не делайте этого, пожалуйста. Это на самом деле опасно. Опасно не потому, что вы в кого-то можете, там, не знаю, попасть резинкой, а потому что люди могут неправильно вас понять и неправильно понять, что вы держите в руках. Это очень-очень важно осознавать, что многие могут подумать, что это не игрушка. Так, движемся дальше. UMP-5 Зверь. О, вот это уже стильная штучка на самом деле. Посмотрите на него. Посмотрите на этот скин. Вообще, легких пистолетов-пулеметов, точнее, просто пистолетов-пулеметов у меня еще на обзоре от Возбуден не было. Были либо большие пушки, либо вообще дробовик. А это у нас нечто такое свеженькое. Он при этом достаточно компактный, но очень круто ощущается в руках. Как мы выяснили в предыдущих обзорах, магазин болтается не просто так. Он служит маятником для равномерной и размеренной стрельбы. То есть, если снять магазин, у вас автомат или пистолет-пулемет, как хотите называйте, стрелять тоже будет, но он будет стрелять слишком быстро, потому что вот эта звездочка будет отдавать заряды максимально быстро. Если же вы ставите вот такой магазин, то он создает размеренное покачивание, за счет чего стрельба происходит нормально. Собственно, вот такой вот у него визуал. Как я сказал, можно при желании снять спереди тактическую рукоять. Так, опа. Что-то у меня не получается. А, надо вниз. Собственно, вот так ее можно снять. Только поставить ее пока больше некуда, ведь да? Да, пока ее больше поставить некуда. Это немного расстраивает, но ничего. Вот такой вот он. Сейчас мы его обязательно с вами попробуем. Ну и, наконец, М4А4. Сегодняшняя у нас фаворита, самая крутая пушка из сегодняшних. Вау. Серьезно, это, это внушает. У нас был калашников, у нас был дробовик, у нас была снайперка, но эта пушка по своему дизайну просто такая футуристичная, что ли. Не знаю, как описать. Кстати, на этом скине приглушенные цвета не яркие, то есть, видите, белый у нас прям не вырвиглазный и красный тоже немного такой темноватый. Они смотрятся намного выигрышнее, нежели более яркие чистые цвета. Так, я хотел закрепить штык-нож на нем. Давайте попробуем. Собственно, для этого нам нужно сделать совсем немного. Нам нужно, во-первых, перевернуть автомат, во-вторых, направить камеру вот сюда и открутить вот этот вот винтик. Собственно, крепление под штык-нож с автоматом шло в комплекте. Так, я думаю, наверное, даже надо переставить его вот сюда. Так, сначала мы вставляем сам штык-нож. Теперь мы ставим это дело а как? А, наверное, вот так. Теперь мы ставим это дело вот сюда. Оп! и теперь мы... А, я понял! Офигеть! Это еще и на ствол крепится. И теперь мы затягиваем всю эту конструкцию. Затягиваем потуже. О, гляньте-ка, гляньте-ка на это. Это прикольно выглядит, мне нравится. Они еще и по цвету друг к другу подходят, потому что нож у меня как раз таки в красной расцветке. Собственно, вот такая вот М4А1 у нас сегодня тоже на обзор заглянула. О, теперь она стала похожа больше на пушку из какого-нибудь Gears of War скорее, нежели на стендов. Но это по-прежнему стендов. Что ж, давайте тестировать стрельбу резинками из них. Так, начнем с пистолета. Он у нас заряжает со стандартными зелененькими резиночками. Собственно, сейчас мы попробуем, что он нам может предложить и показать. Так, во-первых, сколько резинок влезет? Одна. Вторая. Третья. Так, стоп. Четвертая. Пятая. Уже хорошо. Шестая. Так, шестая. Седьмая. Все, по-моему, восьмая крайняя. Восьмая. Девятая. Окей, девятая. Больше я не стану загружать, потому что он уже не вывезет. Итак, попробуем пострелять из этого дела. Вау. Он достаточно скорострельный, но заряжать сюда девять резинок не имеет смысла. Нужно примерно шесть-семь. Это идеальное число, потому что при большом количестве резинок пистолет начинает немножечко лагать, и у него спусковой крючок даже застревает. Его приходится возвращать обратно. Так, движемся дальше. Теперь у нас пистолет-пулемет. А чем у нас пистолет-пулемет заряжается? Слушайте, я похоже понял. Он заряжается тоже зелененькими резинками. Так, это занятно. Сейчас мы их соберем тогда обратно. Давайте чекнем, сколько он их может. Здесь у нас уже есть предохранитель. То есть, вот так у нас спусковой крючок работает. Вот так, как видите, он блокируется. Звездочка здесь пластиковая. Она должна меньше застревать, значит, больше зарядов должна вместить. Раз. Два. Да, судя по всему, реально больше зарядов. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. О-о-о-о! Я полагаю, сюда влезет около 20 зарядов. Восемь. Я надеюсь на это. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Я бы на этом, на самом деле, остановился, но нам надо проверить пушку, поэтому шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать влезает хорошо. Так, мне нужна какая-нибудь коробочка, чтобы потом не собирать эти заряды. Допустим, вот это вот. Так, я его поставлю вот сюда. надеюсь, ничего из нее не разлетится. Давайте проверим. Двадцать резинок. Интересно, он скорострельный? Наверное, да. Так. Блин, вы даже не представляете, какой это кайф на самом деле. Он классный. Он подойдет даже для игры в перестрелку, потому что он как бы достаточно точный, увесистый. У него очень приятная отдача при игре. Ну, стреляет точно, я думаю. Мы, конечно, точно проверять не будем, потому что фиг с ним, но, но, он определенно может стрелять куда надо. Наконец, М4 у нас здесь. Она стреляет уже большими резинками. Это хорошо. Я думаю, сюда тоже порядка, наверное, двадцати влезет, но сейчас проверим. Вы, если хотите, перематывайте заряжание, потому что это как бы необязательный процесс. Две. Три. Четыре. Пять. Ну, пятнадцать в них влезает точно. Шесть. Семь. Восемь. Эй, давай. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Туговато. Тринадцать. Четырнадцать. Я бы не стал больше заряжать, потому что уже сильная натяжка. Это резинки другого формата, они более толстые, поэтому натяжение у них сильнее. И вместить их можно меньше. Так, ну и давайте попробуем из этой громадины пострелять. Здесь так же, как и на пистолет-пулемете, есть предохранитель. То есть, можно переключить. Опять буду стрелять в коробочку. Так, сначала попробую одинарными. Фига ты мощная! Одна только резинка порвалась, чуть в глаз не отлетела. Было неловко. Но, но, он очень мощный. Слушайте, сейчас я вам даже покажу. Особенно, если заряжать резинки поплотнее. Лупит знатно. Короче, вот такая вот подборочка новой пушек. Надеюсь, вас что-то из этого заинтересовало, и надеюсь, вы чем-то из этого решите пополнить свою коллекцию. Я же могу сказать, что ребята из Возвуден действительно растут и делают крутые штуки. Еще и коллаборации делать начали. Может быть, когда-нибудь мы с вами увидим коллаборацию, например, с Овервотч, или, например, с, не знаю, Counter-Strike, или с Valorant, с чем-нибудь из этого. Очень бы хотелось. Ну, а пока же стендов, почему бы нет. Лайк, подписка, колокольчик с вас, это лучшее, что вы можете сделать. Ну, и, конечно же, комментарии написать не забудьте, и ссылки в описании проверьте. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok